Всем привет! 28 июля 2022 года был представлен долгожданный компактный флагманский смартфон от компании Asus, а именно Zenfone 9. После презентации смартфон, конечно же, стал настоящим хитом. И более того, он получил топовый, мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Plus Gen 1, AMOLED-дисплей производства Samsung на 5,9 дюйма, аккумулятор на 4300 мАч, защиту IP68 и два основных датчика Sony IMX766. А если вам этого мало, то получайте еще и стереодинамики, а также стандартный разъем 3,5 мм для подключения наушников, что в наше время, конечно же, большая редкость. Все помнят отличный предшественник смартфон под названием Zenfone 8. Однозначно это компактный аппарат на операционной системе Android, который удобно ложится в руку, а также он получил компактный дисплей, опять же, на 5,9 дюйма. Топовый процессор на тот момент Snapdragon 888, защиту от воды, камеру, которая умеет снимать 8К видео и многое другое. Asus Zenfone 8 в версии 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной флеш-памяти на старте продаж стоил 63 990 рублей. А вот Asus Zenfone 9 оценили в 799 евро за базовую версию 8 128 гигабайт. Это примерно 49 900 рублей. На мой взгляд, конкурентов у Asus Zenfone 9 сейчас практически нет. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Asus Zenfone 9 получил отличный OLED-экран HDR10+, от компании Samsung с разрешением 1080 на 2400 пикселей с отношением сторон 20 на 9. Он имеет частоту обновления 120 Гц и дискортизацию касания 240 Гц. Максимальная яркость составляет 1100 нит. Сканер не встроили в дисплей, а вынесли на боковую панель. Кому-то это, на мой взгляд, удобнее. Прикрыт дисплей прочным стеклом Gorilla Glass Victus. Напоминаю, данное решение одинаково уверенно противостоит как падениям, так и царапинам. Victus в плане устойчивости к царапинам в два раза превосходит Gorilla Glass шестого поколения. И в четыре раза других конкурентов. Что касается падений, то Victus должно без последствий выдерживать приземление с высоты плюс-минус 2 метра. Смартфон имеет габариты 146 на 68 на 9,5 миллиметров. Вес 165 грамм, что делает его одним из самых маленьких флагманских смартфонов на Android. Для сравнения, у смартфона iPhone 13 mini экран диагональю 5,4 дюйма, разрешением 2340 на 1080 пикселей. Ширина 64 миллиметра, масса 169 грамм. То есть практически они одинаковы, что является большим плюсом. Asus Zenfone 9 оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, которая сейчас является самой топовой на рынке. По словам Qualcomm, версия Plus обеспечивает на 10% более высокую производительность процессорных ядер, на 10% более высокую тактовую частоту графики, и главное потреблять на 15% меньше энергии, обеспечивая почти час дополнительного времени без подзарядки в игровом режиме или в режиме просмотра соцсетей. То есть показатель действительно заслуживает внимания. Zenfone 9 получил защиту IP68. Что это такое? Данный стандарт защиты от воды и пыли включает абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса, а также исключает проникновение влаги под панель. Устройство с данным классом защиты IP68 можно использовать на глубине до полутора метров, до 30 минут, не опасаясь за его целостность. В обоих модулях основной камеры мы получили 50-мегапиксельные датчики, а именно Sony IMX766. Да, я понимаю ваше возмущение, но это отличный датчик с прекрасной производительностью, устанавливающийся на флагманские смартфоны 2021 года. Он может похвастаться сверхбольшим размером сенсора и высоким разрешением. Датчик также поддерживает оптическую стабилизацию и изображение, что в наше время, на мой взгляд, очень и очень хороший плюс, что обеспечивает высокое качество фотоснимков и видео, что немаловажно. В основном будет 6-осевая система стабилизации. Врезанная фронтальная камера выступает на 12 мегапикселей, а именно Sony IMX363. Тоже достаточно интересный датчик, который заслужит внимание даже на 2022 год. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч. Он поддерживает 30-ваттную зарядку. Кто-то скажет, что этот показатель не самый впечатляющий на теперешний момент. Но стоит объяснять, что для такого компактного устройства это вполне нормально. И инженерам было бы тяжело внедрить две аккумуляторные батареи для более быстрой зарядки. То есть вы понимаете, если поставить более быструю зарядку, нужно вместить две аккумуляторные батареи, например, на 2000 мАч, чтобы они заряжались одновременно. Напоминаю, в смартфонах от компании Asus есть функция Batmaster. Данная функция подбирает наилучшие возможности быстрого заряда для определенной модели телефона. Zenfone 9 получил предустановленную операционную систему Android 12 из коробки. Новый интерфейс уникален с точки зрения функции прозрачности и конфиденциальности. При включении функции конфиденциальности вы можете легко проверить, когда и где именно использовалась ваша камера и микрофон. То есть вас подслушать практически нереально. Вы также можете настроить свое устройство, используя палитру цветов, в которую входят ваши любимые цвета. Продажи смартфона Asus Zenfone 9 начнутся в ближайшее время. Ну что же, ребята, на мой взгляд, данный смартфон заслужит внимания. Как вы видите, он очень компактный, чего сейчас не хватает многочисленным пользователям. Во-вторых, он очень мощный. Да, прошли те времена, когда компания Sony выпускала свои компакты, и это очень жаль, потому что они мне действительно нравились. И сейчас компания Asus, на мой взгляд, взяла эту нишу и держит ее ого-го как. Потому что мы получаем топовый смартфон в компактном корпусе. Это очень круто. И уже давно прошли те времена, чем больше смартфон, чем лучше, уже никто так не делает. Действительно, люди соскучились по компактным смартфонам, которые можно использовать одной рукой. То есть не опасаясь за то, что он у вас упадет. Чтобы было вам удобно. Это очень круто, потому что Asus Zenfone 9 и именно тот смартфон, который вам предлагает топовые, самые лучшие технические характеристики на данный момент в миниатюрном корпусе, это, на мой взгляд, просто восхитительный гаджет, который будет рвать все рейтинги. Посмотрите, это действительно будет так. И это действительно будет хит. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!